здравствуйте друзья сегодня мы прибыли на выставку by brand expo 2016 это международная выставка франшиз мы сегодня попробуем посмотреть и пообщаться с несколькими из владельцев франшиз наиболее интересных и приглянувшихся нам ну и конечно же сделаем обзор того что здесь сегодня происходит как мне только что рассказали организаторы 198 организа 198 участников было зарегистрировано вчера первый день выставки 198 разнообразнейших франшиз две с половиной тысячи посетителей 25 с половиной миллиардов если не ошибаюсь рублей инвестиционного потенциала это вот как раз те самые две с половиной тысячи участников которые вчера пришли в первый день выставки франшиз куча суперпредложений и спецпредложений от владельцев франшиз сегодня представлено на выставке ну и мы обязательно с кем-нибудь сегодня пообщаемся а пока давайте посмотрим сделаем телевизионный видео обзор того что здесь сегодня на выставке представлено и происходит для начала давайте проясним кто же посещает байбренд экспо прежде всего это частные инвесторы и предприниматели готовые вложить свои деньги в проверенные временем системы бизнеса арендодатели которые хотят самостоятельно освоить пустующие площади менеджеры которые хотят применить свои знания и умения открывая свой бизнес региональные предприниматели желающие привести в свой город известный бренд люди которые приходят сюда чтобы стать финансово свободными сравнить достоинства сотен концепций понять какое направление бизнеса подходит именно ему диверсифицировать свой бизнес став партнером известной стабильной франчайзинговой компании лично пообщаться с профессионалами в сфере франчайзинга и получить практические знания которые не преподают в институтах хоть время нашей программы и регламентирована мы все же не смогли отказать себе в удовольствии пообщаться с наиболее яркими участниками выставки одним из таковых стал внушительный стенд центра молекулярной диагностики с нами любезно согласилась побеседовать генеральный директор единственной компании дистрибьютора бренда центр молекулярной диагностики дарья пикалюк дарья спасибо вам большое за время уделенное здравствуйте вам тоже спасибо давайте начнем с принципе с франшизы цмд чем лаборатория цмд отличается от других лабораторий назначить с того что у центра бухлярной диагностики он функционирует на базе специального научно-исследовательского института технологии роспотребнадзора и в этом смысле это наверное такой первый единственный успешный формат взаимодействия государства и бизнеса в плане того что бизнесу это приносит деньги а государство это дает дополнительные ресурсы в том что и денежные на развитие биотехнологии и так далее в институте есть не только лабораторный комплекс который занимает 3,5 тысяч квадратных метров но и производственный комплекс который занимает 6,5 тысяч квадратных метров это инновационное производство ПЦРТ система до 30 процентов исследований особенно коммерческих и интересных для потребителя производится методом ПЦР так вот институт является производственной площадкой для производства этих ПЦРТ системы он продает их также в другие лаборатории но мы то есть центры бухлярной диагностики как лаборатория первые кто использует вот эти уникальные разработки то есть в институте работает порядка 100 человек ученых которые занимаются разработками и внедрением новейших методов молекулярной диагностики то есть система разработана ее регистрируют далее ее отдают на производство и в лабораторию для использования фактически в практическом здравоохранении то есть такие уникальные исследования повторюсь например как диагностика свиного гриппа это разработка не эпидемиология вот сейчас говорят о гонконгском гриппе то есть это все есть именно у нас и у нас первых именно поэтому мы говорим о том что мы эксперты в области лабораторной диагностики и когда мы говорим об анализах экспертного уровня уже с момента создания ЦМД это не мнимая наша экспертность а экспертность которая подтверждается большим количеством факторов вот я вам сказала о самых главных факторах на базе института также действует 8 референс-центров по диагностике инфекционных болезней то есть те идеологи и основатели лаборатории они до сих пор этим занимаются действует многоступенчатая система контроля качества исследований и так далее то есть в этом наша экспертность но хотелось бы еще отметить что вот этот стереотип все равно человек бизнесмен должен быть прежде всего бизнесменом проактивным иногда бывает что врач не очень успешен в бизнесе а бизнесмен очень успешен в медицинской сфере вот в том числе у нас есть такие примеры до 30% тех франчези которые уже открыли с нами офисы открывают повторно офис под нашим брендом это достаточно серьезные показатели для нас то есть мы аттестуем персонал мы проводим его переаттестацию мы постоянно собираем, рассказываем о новых тестах потому что каждый квартал не эпидемиологии в CMD вводятся новые анализы мы про них рассказываем и так далее особенно внимание уделяем конечно уникальным тестам и так далее то есть мы постоянно их тестируем, онлайн тестируем тестируем, когда они приходят в институт мы проводим там обучающие семинары и так далее то есть эту поддержку мы оказываем конечно Какими возможностями должен располагать предприниматель чтобы открыть офис под брендом CMD? Вы знаете, ну конечно мы говорим о том, что инвестиции вообще в открытие центра от миллиона рублей в Москве конечно это больше Но сразу оговоримся, это же не паушальный взнос миллиона рублей Нет, это не паушальный взнос паушальный взнос у нас 220 тысяч рублей для Москвы и Московской области он ниже для регионов и еще ниже для малых городов но необходимо вложить в аренду помещение если нет помещения в собственности в минимальное оборудование в подбор персонала и так далее то есть вот до выхода на точку безубыточности инвестор должен потратить в Москве, наверное, все-таки где-то 2-2,5 миллиона если он открывает офис, например, в хорошем проходном месте и так далее вот конечно для регионов это меньше ну и конечно прежде всего желание Давайте еще раз тогда подытожим для потенциальных франчайзи информацию чем выгодно франшиза CMD вот тезис Да, выгодно прежде всего чем, что это очень стабильный бренд что это действительно качественная лаборатория мы поддержим франчайзи на всех этапах открытия и развития и объективно у нас самое интересное условие для франчайзи по доходности то есть вот от 47 до 50 процентов доходности которые мы гарантируем, мы соблюдаем вот это вот ну и конечно причастность к бренду Центром хиарной диагностики Центральной научно-исследовательской институты эпидемиологии это крайне важно как для нас фактически все пациенты и все партнеры которые работают с нами они вносят свой вклад в развитие российских биотехнологий и мы и они должны этим гордиться ну а и В этом году выставка By Brand Expo порадовала участников и посетителей масштабной дискуссионно-образовательной площадкой. Речь о международном форуме «Франчайзинг в России». Организаторы решили разделить гостей на два потока – «Старт» для начинающих франчайзеров и франчайзи и «Эдвонст» для предпринимателей с опытом. В программе выступили владельцы и топ-менеджеры франчайзинговых сетей, их франчайзи, юристы и консультанты с международным опытом. Подробнее об этом мы разузнали у организаторов выставки By Brand Expo 2016. Мы смогли немножечко оторвать от работы Екатерину Саяк, организатора выставки, благодаря которому, собственно, все здесь это и состоялось, что мы с вами сегодня здесь наблюдаем. И Екатерина, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо за внимание. У нас голова кругом, вы, наверное, прекрасно понимаете, я не первый, кто вам об этом говорит. Какие новинки сегодня в этом году вы применили? Что нового на выставке? Вы знаете, ну, глобально у нас каждый год выставка обновляется. В этом году, наверное, наш такой новый формат и очень практичный, исходя из тех условий, в которых мы сегодня находимся, мы создали новую площадку конференционную, назвали ее «Старт». И в течение трех дней мы будем обучать и потенциальных франшизей, как выбирать франшизу, как отличить франшизу не очень качественную от качественной франшизы, какие вопросы задавать, кто такие франшизи, чем они отличаются, на какие грабления нужно наступать. Вот вчера у нас был полностью посвящен этому день, сегодня у нас день посвящен будущим франчайзерам. То есть это тем компаниям, у которых уже есть свой собственный бизнес, и они хотят его перевести на рельсы франчайзинга. Да, это не менее важные аспекты. В принципе, вот сейчас очень много информации, к сожалению, входит в интернете, что вот если вы хотите стать миллиардером, стать франчайзером, бросьте все на франшизе, они там будут за вас делать, да, вы будете на богам их отдыхать. Это не так. Вот, и сегодня у нас как раз целый день будет посвящен программе, обучающей будущих франчайзеров. Как вы считаете, Екатерина, вот важны ли стремления и увлечения самого потенциального франчайзи, важно ли, чтобы они совпадали с тем продуктом, которым он будет заниматься? Или это вообще не имеет никакого... Нет, это безусловно важно, и это первое, что я всегда рекомендую, франчайзи должны выбрать тот сектор, в котором они хотят работать. Да, хотеть они могут по разным причинам, это может им просто нравиться, вот, или же у них есть определенные знания и навыки, потому что, когда человек погружается совсем в незнакомый сегмент, то это может принести некоторое разочарование. Даже несмотря на то, что все бизнес-процессы очень четко описаны, рекоментированы, если нет драйва, то там делать все. Вы знаете, там, ну, я, например, будучи человеком эмоциональным, я всегда говорю, да, вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь, но, тем не менее, это не всем предпринимателям это может нравиться, но какие-то критерии, там, связанные со знанием, там, допустим, навыками и пониманием этой сферы непременно должны быть. То есть франчайзи должен для себя решить, в какой сектор он хочет уходить, из какого сектора он хочет купить франшизу. Неважно, просто ему это нравится, да, и он готов, там, даже если он не знает полностью в это погрузиться, либо ему, ну, там, он не очень эмоциональный, слово нравится ему в бизнесе не очень приемлемо, да, но он обладает определенными знаниями и навыками, да, и тогда он идет вот в это направление, потому что существует огромное количество неудачных кейсов, когда франчайзи покупали франшизу, вот, ну, просто попробовать, да, потом закрывали этот бизнес и открывали то, что они знают, умеют, да, и то, что у них получается. То есть все-таки наработанная экспертность до покупки франшизы, она здесь, ну, здесь, здесь нужно, да, здесь нужно выбирать для себя сектор, потому что, ну, вы будете заниматься своим собственным бизнесом, хоть это и франшиза, но это ваш бизнес, и он должен вам все-таки нравиться и быть интересным, да, и вы вот хотели бы им заниматься. И, кстати, многие франчайзеры требуют, чтобы франчайзи либо управляли точкой, либо управляли топ-менеджментом, который будет управлять этой точкой, то есть необходима вовлеченность во франчайзинговую точку. Были на выставке и неожиданные встречи с недавними гостями нашего эфира. Самый, что ни на есть экспромт. Друзья, готовясь к очередному интервью во время выставки By Brand Expo, мы встретили Сергея Курмачева, нашего недавнего знакомого, который был у нас уже на телеканале на интервью. И, Сергей, пару слов буквально о вашей франшизе расскажите, пожалуйста, я точно знаю, что она у вас есть, каким группа она называется. В чем ее смысл? Что вы предлагаете франчайзи? Предлагаем производство. Вот побывав на выставке сегодня, обратил внимание, что очень много пищевых франшиз, очень много булок предлагают, очень много кофе и так далее, но ни одной франшизы химии. Ну, это налицо, что очень высококонкурентный бизнес, потому что ни у кого этого нету. То есть вы предлагаете производить автохимию и бытовую химию прямо в регионах? Прямо в регионах, свой мини-завод человек получает у себя в городе. Инвестиции? Инвестиции от миллиона рублей в среду. Паушальный взнос? Паушальный взнос порядка 400-500 тысяч рублей, все зависит от комплекта. В принципе, все это на нашем сайте есть. А что получает франшизи? Он получает свой мини-завод, получает рецептуры, что самое важное, и опыт, опыт самое главное. И бизнес-процессы описаны. Все, естественно, описаны бизнес-процессы, выезжает человек, который научит всему. Сергей, я насколько знаю, у вас конкурентов в этой отрасли практически нет. Практически нет. И тяжело вам быть драйверами вот этого сектора? Ну, знаете, достаточно успешная франшиза. Мы за год, вот как этим занимаемся, продали 65 франшиз. То есть по разным регионам, и в основном это, наверное, миллионники все-таки? Разные, разные города. Это и Казахстан, это и Белоруссия. Ну и вот приблизительно параметры по доходности. Давайте возьмем 1 миллион жителей, предположим, средняя платежеспособность 25 тысяч рублей по региону. Какая доходность? 6 миллионов рублей в год. В год. И из них чистая прибыль? 6 миллионов рублей чистой прибыли. А, это уже чистая прибыль? Да, проверенная цифра, все есть в бухгалтерии, все отчеты, все у нас есть. То есть мы сами через это все прошли. КОФЕШОП КАМПАНИИ Компания началась в 1954 году, когда австриец Александр Шерф основал компанию по производству профессионального кофейного оборудования «Шерф». Сегодня эта компания считается одним из мировых лидеров по выпуску совершенной профессиональной техники. В честь Александра Шерфа названы улица и площадь в Вене, где и располагается штаб-квартира компании. В 1999 году сын основателя Шерф Рейнхольд решил открыть сеть кофеин, сочетающих европейскую культуру потребления, традиции американских кафе и идеальный кофе. Основой стали кофейное зерно, лучшее, по мнению основателя бренда, стопроцентная высокогорная арабика, самое совершенное оборудование, современная и уютная атмосфера кофеин, европейская подача и быстрый качественный сервис. На вашем стенде здесь сегодня полный аншлаг, мы это видим, и давайте-ка вы сразу поделитесь секретом, почему так происходит. Вы абсолютно верно заметили, что действительно, если пройтись по выставке, мы собрали ту самую аудиторию, которая готова инвестировать в успешный бизнес. И это, наверное, наш талант, что мы берем и в выставочных комплексах лучшие площади, если вы обратили внимание, мы находимся на пересечении основных потоков. То же самое и с нашими локациями. Мы берем лучшие локации в городе и тем самым привлекаем лучших гостей. Но это не все. Локация, она является очень важной, но если у вас будет плохой продукт, к вам один разойдут и не придут больше. Мы, как вы понимаете, федеральная сеть, сеть родом из Аггены, из Австрии. Вот по поводу как раз продукта, следующий мой вопрос. Мой друг хороший, я не буду сейчас называть город, он предприниматель в другой сфере, он не связан с общепитом. Его хорошая близкая знакомая открыла по франчайзингу вашу кофейню, кофешоп-кампани. И вот она, причем у них несколько кофеен разных брендов, но как только она открыла кофейню кофешоп-кампани, она ему заявила, теперь у меня в городе самый лучший кофе, с уверенностью, заявляет она. Но у вас кофеен очень много, в любой даже мелкий уже город приедешь, кофешоп-кампани как минимум одна там есть. То есть франчайзеров у вас, в Канчези у вас очень много. Но как вы добиваетесь того, чтобы вот этот напиток, ведь его можно тысячи разных способов приготовить, там, будь тот же капучино. Как вы добиваетесь того, чтобы он был сделан по стандартам? И как вы добиваетесь того, чтобы бодрого дня звучало при входе каждого пустителя? Вы абсолютно верно заметили. Принцип сети это то, что стандарт качества должен быть един. Вы приехали в Вену, вы приехали в Китай, вы приехали в Санкт-Петербург, в Москву, в любой город. Должны насладиться качественным кофе и понимать, что здесь вы получите ту услугу, которую привыкли везде. А секрет, он с одной стороны прост, с другой стороны, конечно же, как в любом бизнесе, есть свои тонкости. В первую очередь это продукт. Мы являемся обмененными поставщиками кофе, который гарантирует наш владелец марки, Ранкельшер. У него есть свои кофейные плантации. Благодаря этому у нас компания вертикально интегрированная. Кофе идет от своей кофейной плантации в чашку гостю. Какую еще поддержку вы оказываете франчезею? И вот интересует кризисный период, который то ли закончился, то ли еще идет. Вот как вы здесь их поддержали? С одной стороны, говоря о кризисе, можно действительно говорить, что он есть. С другой стороны, кто-то говорит, что его нет. В кофейной индустрии он практически не заметился. Но поддержка наших партнеров для нас ключевое. Мы заинтересованы в том, чтобы партнер был успешен. Если он успешен, он порекомендует нас, своим друзьям, своим партнерам, соответственно, будет развиваться сеть. И он откроет вторую и третью кофейную, как правило, и происходит это последующим образом. Сейчас, благодаря средствам коммуникации, мы говорили о локейшн, что можно определять его посредством предоставления информации, мы вынесли в этом году весь наш пул знаний, который нарабатывался десятилетиями онлайн. Сейчас все наши партнеры подключены к базе знаний. Мне об этом очень приятно говорить, что у нас и обучение происходит, партнеров по базе знаний. Приезжает человек на обучение, ему выдаются пароль, и, соответственно, он уже в онлайне черпает себе информацию. Мы показываем, где она лежит. Он уехал в отпуск, он знает, где информация лежит в онлайн, он имеет доступ. Он приехал к себе в кофейню, он обучил администратора, где брать эту информацию. Соответственно, она там есть. Дальше это маркетинг. Маркетинг в современном мире действительно очень важно. Маркетинг не в плане, что мы передаем партнеру вот информацию и говорим, внедряя. Нет. Маркетинг – это именно коммуникация с гостями. То есть, как собственник бизнеса может коммуницировать своими гостями посредством инструментов. Сейчас в нашей компании разработано мобильное приложение, это собственная разработка, аналитика к этому мобильному приложению. И, соответственно, разработан пул программ, которые позволяют отслеживать, как ведет себя гость, как часто он ходит, почему он там ходит, как можно общаться, коммуницировать с гостем. Что, в принципе, позволяет нашим партнерам напрямую иметь контакт с гостем посредством, опять же, виртуального общения. Это только одна из историй, которая сейчас у нас внедрена. Ну и все-таки давайте поговорим о цифрах. Каким багажом нужно обладать, сколько паушальный взнос, каковы инвестиции? На сегодняшний день открыть кофейню «Петшоп Кампани» стоит порядка 10 миллионов рублей. Паушальный взнос у нас составляет полтора миллиона рублей. Но в рамках выставки «Байбренд» у нас действительно есть эксклюзивное предложение. Мне приятно о нем говорить, что компания пошла на такой шаг впервые. Мы предлагаем заключить партнеру соглашение в рамках трех дней. Это ограниченная акция. Но паушальный взнос будет всего полумиллиона рублей. То есть скидка 1 миллион рублей. Да, то есть ваши действительно привилегии 1 миллион рублей. То есть это вы так серьезно ускорили принятие решения для сомневающихся? Именно в рамках выставки. Потому что всего, к сожалению, здесь 3 дня по 6 рабочих часов, что очень мало. Понятно. А в среднем срок окупаемости одной кофейни? Мне всегда приятно об этом говорить, что действительно бренд существует именно в России уже более 7 лет. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, опыт нас, опыт наших партнеров. И срок окупаемости сейчас составляет 2,5-3 года. Это продиктовано годами работы. Годами работы не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Наши австрийские партнеры передают нам best practices из Европы. Мы внедряем их у себя. И завтра же они есть у наших партнеров. То есть, если не соблюдать стандарты, бизнес, он начинает затухать. И любой партнер, здравомыслящий человек, инвестор, он понимает, только при выполнении стандартов бизнес его будет успешным. Поэтому наша бизнес-модель живется на том, чтобы стандарт, качество был един. И мы заинтересованы в этом партнера, гостя голосуют вошли в комнату. Дорогие друзья, я не знаю, как у вас, но у меня голова, честно говоря, кругом. От такого количества возможностей, от такого количества вывесок знакомых, от такого количества предложений от владельцев франшиз, они так четко и продуманно многие из них рассказывают, что не влюбиться во многих просто невозможно. Но, конечно же, решение принимать нужно в пользу одного владельца франшиз, как правило. Поэтому я желаю вам терпения на этом пути. И если вы что-то из нашего репортажа подчеркнули, что вам приглянулось, и вы решите открыть бизнес с нашей подсказки, с нашей подачи, нам, конечно же, будет очень приятно. Но мы настоятельно рекомендуем следующую выставку «Байбренд Экспо-2016». Ни в коем случае не пропускать. 198 предложений было сегодня здесь, на этой выставке. Больше 5000 посетителей собрались за два дня. Выставка будет работать еще один день. Ну и я надеюсь, что в следующем году мы с вами здесь, на полях этой выставки, обязательно пересечемся. Спасибо и удачи вам в бизнесе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!